Продолжая вести обзор своих работ, я, художник Маргарита Чакова, представляю вам свои работы или одну из них в художественной графике. Эта графика, в принципе, не так уж и легка, если честно, в исполнении и далась мне тоже по случаю. Я купила угольный карандаш для того, чтобы подписывать холсты, и в один прекрасный день решила попробовать что-нибудь им нарисовать на бумаге. Было очень много работ, какая-то да хотела достичь чего-то в этом. Честно говоря, меня увлек угольный карандаш. И так и получилось. Удивительная, я считаю, работа. Называется она Трейсери. Кто же это такой? Конь с такой интересной кличкой. Материалы к этой работе тоже мне случайно попали. Потому что этот Крэг родился в 1909 году в Америке, в конном заводе в Бельмонде, в штате Кентукки. Жизнь Крэга Трейсери, можно сказать, или его путешествие, началась спустя годик после рождения. Его увезли в Великобританию. Там Трейсери стал стаэром. И его карьера в 3-4 года напоминает другого стаэра. Суинфорда, тоже легендарного коня. Но проигрыш Дерби в 3 года, но выигрыш Эклипс Стэкс в 4. Экстерьер Трейсери немножко не совпадает с этой работой, так как сухая благородная лошадь, энергичная. Но корпус у Трейсери был короткий. То есть, длина, вот эта длина, это просто благодаря тому, чтобы показать именно картинный образ этого коня. То есть, если бы корпус был бы короче, то получилось бы просто не очень хорошая работа. Такой прием был и у Джорджа Стапса, известного английского художника-конника, который работал в конном жанре. И у других, то есть, немножко растягивали корпус. Ну, опять же, для того, чтобы полноту работы показать. То есть, вставить эту работу вот именно в картину. Но это уже художественная обработка. Так что Крэг получился в этой такой художественной обработке. Но в целом он повторяет того самого Крэга Трейсери. Какая история у Крэга была дальше? После своей выигранной скачки англичане не стали его держать. Ну, посчитали нужным, что нужно его продать. Трейсери опять уезжает в Америку. И там дает легендарное потомство. Такое, как, например, один из детей Пэй Пайрс, выигравший Эпсомское Дерби, Трансвальвальваль, большой приз города Парижа и многие другие. Победы детей, конечно же, заставили англичан попробовать вернуть себе легендарного Крэга Трейсери. И в 1923 году его опять привезли в Великобританию. Но по случайности, или, я не знаю, по произволению, в возрасте 15 лет в 1924 году Крэг Трейсери пал. Мы, может быть, и не вспомнили бы про этого Крэга, если бы случайно ко мне не попал материал старый об этом легендарном Крэге. И название этого статьи «Выдающиеся лошади. Чистокровные производители Западной Европы». Таким и был Крэг Трейсери. А насчет графики могу сказать. Она уникальна тем, что даже в полиграфии не передает все полутона, которые дает угольный карандаш. Везде искажения изображения. Только фотография может приблизительно повторить эту графику. И, конечно, единичный экземпляр и невозможность повторить. С уважением, Маргарита Чакова. Уникальная графика «Уголь». Уголь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!